Спасибо за предоставленное слово. Я постараюсь быть лаконичным в исходном значении этого слова. Если только удастся, конечно. Если не удастся, тогда уж не обижайтесь. Хочу начать с приветствия и благодарности за такую замечательную организацию. Тут длинно распространяться не могу, но, тем не менее, прошу засвидетельствовать мое высочайшее почтение ко всем, кто приложил свою руку, свой труд, бескорыстный труд, к этому мероприятию. И оставить миру свое духовное богатство. Это можно сделать, прежде всего, через перевод. Поэтому проблема перевода у нас всегда актуальна. И мы в нашем небольшом коллективе, в Институте гуманитарных исследований Кабальноболтарского научного центра РАН, тоже готовим свое антологическое издание адыгского фольклора. Немножечко мое выступление перекликается с выступлением Раисы Батвирзовой, с той только поправочкой, что мы все-таки весь доступный нам материал на всех адыгских диалектах мы используем. Но поскольку ни технически, ни экономически мы не можем сейчас говорить о единой антологии единого в прошлом народе, то действительно приходится довольствоваться тем, что нам доступно. Это публикации и фольклорные рукописные записи, которые попали к нам через обмен материалами. Это немалый фонд, и мы его стопроцентно используем. Ну а теперь конкретно к теме. При выполнении работ по подготовке к публикации текстов, фольклорных текстов, нередко обращаешь внимание на детали, которые ускользают, и мы скользали бы из поля зрения, когда основной задачей исследования или публикации являются вопросы сюжетно-тематического характера. Между тем, эти детали, кажущиеся мелкими, незаметными, мимо которых часто мы проходим, они оказываются в немалой степени определяющими для установления языкового своеобразия поэтической культуры колорита. Это не только отдельного произведения, но нередко жанра в целом. Ну а значит, это фольклора этого этноса в целом. Прежде всего, хотелось бы нам обратить внимание с уточнением вот такого совершенно незаметного произведения, как традиционная форма называния песни. Как правило, оно содержит или имя героя, или же название события, которому песня посвящается. Мы привыкли к тому, что в переводе почти всегда используется в таком случае частица О или О. Допустим, песня о герое Ангимир Харани. Или песня о событии, допустим, о какой-то куркужинской битве, о сражении. Соответствующим образом и переводится использование вот этой частицы. Мало того, что эта речь обычно, прежде всего, идет о переводе на русский, и в переводах на английский, на французский, на немецкий. Я сам пробовал. Почти везде получается та же самая картина. Дело в том, что в адыгских языках очень часто песня не называется песней о ком-то, или песней о чем-то. Она песня кого-то, или песня какого-то события. Вроде бы, не очень такой примечательный нюанс, но тем не менее, что за этим стоит? Вот, надо, если буквально переводить, говорить не песню об ангимиркане героя, а песню ангимиркана кого-то и так далее. Не буду там примеров много приводить. Все дело в том, что на ином языке при традиционном прочтении внимание обращается только именно на объект. А тут получается так, что вот само название имеет непосредственное отношение и к содержанию, и к сути. Притяжательная форма, характерная для источника, мотивирована этим содержанием. Прежде всего, она указывает на то, что произведение посвящено не рассказу о явлении, или о герое. То есть, не рассказу о конкретном человеке, а самому герою, или происшедшему событию. И это в семантическом и даже эстетическом плане может быть гораздо шире, чем содержание фразы с упомянутой частицей О и О. Кроме того, акцент на посвящении дает больше свободы для авторского самовыражения, а вернее для усиления лирического начала, поскольку позволяет песнефворцу и тихту не замыкаться на нарративе, а достаточно вольно объективировать свою авторскую позицию. Хотя, разумеется, она может быть в немалой степени стандартизованной, шаблонной, зависящей от вкусов общества. Достойно внимания, что нередко текст песни содержит фрагменты, а порой и целый тират, звучащие от лица самого центрального персонажа, от первого лица. Этическое замечание и рассказы о подвигах органично перемножаются с монологом самого героя. Это целый ряд примеров, не буду их приводить. Нередки случаи, когда в предании сопровождающем песню утверждается, что ее автором является сам герой, который сложил ее по какому-то случаю. Или даже перед смертью пел как предсмертную песню. И ее услышали, и она ушла в народ. Это, конечно, предание, это, конечно, легендарная версия, но тем не менее она в значительной степени определяет суть самой песни. Однако важно учитывать, что в большинстве случаев сложение новых песен было все-таки прерогативой профессиональных песенторцев, которые были у адыдов и назывались джиглапы. Они разъезжали по всей территории исторической Черкесии и даже были каким-то, не каким-то, а своеобразным, оригинальным, связующим звеном в области духовной культуры. Они могли быть и в Черноморской Шапсунги, завтра они могли уйти куда-нибудь к Тимиргоевцам, послезавтра отправиться к Кабардинцам. Для них все это было одно открытое пространство. И они сыграли громадную роль в том, что значительнейшая часть традиционного адыгского полигура, она общая для всех адыгов, несмотря на то, что адыги делились на более чем десяток носителей разных диалектов. По традиции, да, героические и даже велические песни во множестве случаев сочинялись или по просьбе. Была традиция, что вот произошло событие или погиб герой. Родственники заказывают песню песнетворцам, этим джигуакуам. Это была традиция. Также джигуакуа сопровождали воинов в походах. И если поход успешный, будет величальная песня об участии в походах. И если поход неуспешный, то плачивая или жалобная песня. Вот они были всегда в гуще событий. Очевидно, насколько большой простор открывало данное обстоятельство для зарождения линьки в лоне героической песенной традиции. Поразительное дело, что вот по форме исполнения, по музыкальной фактуре историко-героические песни, они с древнейшего времена просуществовали, развиваясь, изменяясь и прочее, до начала 20 века. И песни сочинялись на разные темы, на разные случаи, по разным случаям. Одно обстоятельство. То, что песня обязательно сопровождалась преданием, избавляло песни от того, чтобы песня сама была с выраженным нарративом. Не было такой обязательности в изложении последовательных событий и все такое прочее. Песня была эмоциональным откликом на события, на явления. Особенно рельефно эта особенность проступает в произведениях, посвященных женским персонажам. Что, не буду там раскрывать скобки, это уже одно понятное. Женщина и лирика, они ближайшие родственники. Так, поэтому немножечко позволю себе пропустить некоторые строки. Сам ситуативный контекст возникновения песен данного типа располагает к монологу, как наиболее удобной форме выражения. А это ведет, например, к усилению личностных активов. То есть открывает возможность лидического самовыражения. Происходит это, несмотря на то, что и фактура мелодии, и традиционная форма исполнения, и многие упоминаемые элементы предметной атрибутики остаются в русле геройко-эпической поэтики. Именно эстетическая система героического стиля определяет стержневые признаки, как героических, так и, с позволения сказать, героико-лирических песен или героико-лирической поэтики. Все упомянутые особенности заложены в самом принципе называния песен данной жанровой группы. Хотя отразить это в переводе не представляется возможным. Не представляется возможным почему, потому что если мы будем буквально переводить в переводе, даже, прочитав название, человек, незнакомый с традиционной адынской культурой, что для него совсем не обязательно может быть, он не поймет, в чем тут дело. Ну и еще одна замечательная особенность адыгской песни, это в поэтическом тексте упомянутые выше характера обращения исполнителя, лицевой песни «Поцкос», «Крой, лица и на линии». Это тоже своя особенность, на которую обратили внимание замечательные наши старшие коллеги, супруги Кубаховы. Одна из наиболее типичных особенностей стиля, на которую они обратили внимание, это тенденция к эстетически презентативному приближению времени происшедшего события к настоящему. Это отмечено еще в нардских сказаниях, в органическом эпосе. И квалифицировано Кубаховым в качестве художественного приема, призванного интенсивнее захватывать внимание слушателей. При этом певцы использовали в своем лексиконе глаголы настоящего времени, что часто, но представьте себе события о далеко прошедшем времени, действительно, о мифическом времени. И вдруг только настоящее время. И выход нашелся вот такой. Есть форма глагола, которая называется «аорис». В современном русском языке он фактически отсутствует, но в древнерусском был. Перед сочинителем и исполнителем стоит задача действительно приблизить, упоминаемое явление времени исполнительства. Адам Мухаммедович, у вас две минуты времени остается. Две минуты? Спасибо. Тогда я не стану много разглагольствовать. Я скажу вот так. Вот подробного образа явления, они фактически оказываются непереводимы. И приходится нам, хотим мы этого или нет, приходится нам подстраиваться под то, чтобы текст наш оставался читабельным на ином языке. Если мы сделаем буквальный перевод, даже с эквиритмической формой сможем сделать, то все равно нас никто не понимает. Или мало кто понимает. Поэтому мы в своей переводческой практике пришли к тому, что все-таки язык перевода должен подчиняться, то есть текст перевода должен подчиняться закономерностям языка, на который переводится. Но другое дело, что без объяснения тех нюансов, наподобие тех, о которых я говорил, все равно на значение этого текста, содержание этого текста, эстетическое составляющее этого текста, они все равно до читателя не дойдут. Поэтому пусть это прозвучит немножечко банально, не немножечко, а действительно банально, но все равно, как говорили, как у Чехова, по-моему, это в записных книжках, не Шекшпир важен, а комментарий Шекшпир. Надо находить гармонию между текстом перевода и комментариями, чтобы одно другого не подавляло, не мешало гармонировать. Спасибо за внимание. Извините, что я задержал. Вам спасибо, Дмитрий Комедович.